США опубликовали первую в истории страны стратегию борьбы с коррупцией. Белый дом опубликовал в истории США стратегию борьбы с коррупцией. Документ предусматривает усиление международного сотрудничества по этой проблеме и помощь другим странам. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома. В стратегии коррупция названа злокачественной опухолью внутри общества, которая разъедает общественное доверие и способность правительств оказывать помощь гражданам своих стран. Вредные последствия коррупции. Сказываются практически на всех аспектах жизни общества, подчеркивается в документе. В стратегии сделан упор на транснациональные измерения коррупции. Документ предусматривает дополнительные меры, которые призваны препятствовать использованию американской и международной финансовых систем для сокрытия и легализации коррупционных доходов. Стратегия предусматривает проведение ревизии критериев оказания помощи правительствам других страны. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкайт. С целью повышения успешной борьбы с коррупцией и подотчетности получателей помощи. Кроме того, документ предполагает возведение антикоррупционной деятельности в разряд приоритетов дипломатии США. В стратегии приведены пять компонентов, которые усиливают друг друга. Модернизация, координация и обеспечение ресурсами усилий правительства США по борьбе с коррупцией. Сдерживание незаконного финансирования. Привлечение к ответственности. Коррумпированных лиц. Сохранение и укрепление многосторонней антикоррупционной архитектуры. Улучшение дипломатического взаимодействия и использование ресурсов иностранной помощи для достижения целей антикоррупционной политики. Как сообщил на брифинге, который предшествовал публикации стратегии. Представитель Белого дома США на этой неделе планирует объявить о новых санкциях против лиц, участвовавших в действиях, подрывающих демократические институты по всему миру, включая коррупцию и репрессии, организованную преступность и нарушение прав человека. По словам представителя Белого дома, санкции будут приурочены к саммиту за демократию. Мероприятие в конце недели намерен провести президент США Джо Байден. Ожидается, что в саммите примут участие делегации 110 стран.